Откровенное интервью литовского чемпиона. Полная версия без купюр. Первые спортивные шаги и первые серьезные успехи. Кем хотел бы отвлекайтесь на заре своей спортивной карьеры? Как оценивает ответ своих зарубежных коллег и каковы его планы на ближайшее спортивное будущее? Об этом и не только. Прямо сейчас, только на нашем канале. Не отключайтесь. Это наш новый проект Железное интервью эксклюзив. Добрый день видос и как говорят в Литве Лабас Денас. Итак, сегодня вы не только весьма известный атлет, но и не менее опытный тренер. По крайней мере именно так говорят ваши коллеги по стронг спорту из соседних стран России, Украины, Беларуси и Польши. Ну я всегда говорю, когда еще действующий атлет становится тренером, тогда не бывает хорошо. Потому что, если ты, скажем, еще активный атлет, активно выступаешь в основные соревнования, это трудно еще тренировать других. Там надо и себя за собой присмотреть, других присмотреть. Я, конечно, я являюсь тренером, но у меня опыт, знания, конечно, у меня велики, но я не все могу дать своим своим ребятам, которых тренирую. Потому что просто причин одна не хватает для этого времени. А когда уже я ухожу из этого спорта, ну вообще я не буду ходить, я ухожу как атлет в наступающих соревнованиях, ну тогда уже там будут другие дела. Буду стопроцентно передавать свой опыт, значит, своим ученикам. Ну и тогда уже можно тоже будет говорить их высокие или высочайшие даже результаты. Ну а, собственно, за счет чего вы планируете добиваться этих самых высоких результатов? Каковы, на ваш взгляд, основные принципы подготовки будущих чемпионов в пауэр-спорте и стронге? Поделитесь секретами. Один из главных принципов – это талант. Но еще важнее таланта – это, чтобы он этого хотел. И если он не будет показывать своего настроения на это дело, так никакой талант не поможет. У меня было уже там несколько очень талантливых учеников, но они просто не достигли высочайших результатов из-за того, чтобы они этого не хотели. А просто мое, скажем так, крепкое слово им не поможет, чтобы они достигли большого результатов. Просто вот такие, значит, две принципы – это талант и его настроение на это. Вот ваши успехи – это благодаря таланту или все-таки вы относите себя к той категории людей, которые, что называется, сделали себя сами? Конечно, я был крепок для этого спорта еще, когда был подростком и не тренировался со штангой, с этими весами. Все равно был гораздо сильнее, чем, значит, мои одноклассники, скажем, или друзья, которые там моего года рождения или даже чуть-чуть, значит, старше, короче сказать, ровесники. Вот. А когда я уже начал тренироваться, мне было 16 лет, тогда уже увидел, что те ребята, которые тренировались год и больше, я уже через месяц их намного опережал. Вот. Ну и мне, конечно, в первые там тренировки мне больше нравилось культуризм. Я еще хотел в культуризме выступать, но потому… Но я увидел, что, скажем так, силовые показания очень быстро растят. Даже у меня не было… Не было никакого понятия о дете, не было никаких там спортивных добавок. Ну, может, и что-то было, но я ничего не понимал, потому что тренер об этом нам ничего не рассказывал. Просто он только дал упражнения, которые нам надо делать, но все равно… Вот. Все, все подошло. И, конечно, у меня было там уже после четырех месяцев тренировок. Я выступал там в открытом чемпионате нашего клуба. Ну, я там выиграл свою весну. В теории, там, до ста килограмм я весил 95 килограмм. После четырех месяцев тренировок, вот, до ста килограмм я выиграл этот чемпионат. Ну, и уже там… Через год… Да, через год я уже был в 12 классе. Я выступал уже на… 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 на республикианские соревнования по по перлифтингу. Конечно, первое соревнование мне не повезло, там я получил баранку. Вот, уже… Уже спустя год я уже выиграл первое место на чемпионате страны по ребестингу. Ну и тогда у меня была такая еще дополнительная мотивация. Вот еще через пару лет меня уже пригласили на такие в нашей стране довольно крупные республикианские соревнования по стронгу, потому что я соревнования по стронгу увидел только по телевизору, мне это еще очень понравилось. Когда такие мощные ребята бегают, ну тогда еще по моему образу уже дяди такие бегают с большими огромными весами. Мне было просто интересно, как это возможно. Когда я уже не только их увидел не только по телевизору, а даже с ними пришлось выступать на соревнованиях, так это вообще было что-то неощутимо. Судя по литовской спортивной прессе, в Литве стронгспорт весьма популярен. Говорят, что это своего рода национальный вид спорта по принципу силовых единоборств в азиатских странах. Это действительно так или скорее эдакий журналистский штамп, который тиражируется в средствах массовой информации? Официальные чемпионаты, скажем, в этом спорте, в стронге, уже началось в 89-м году прошлого века. Вот и, так скажем, один из таких, один из таких очень развитых спортов в нашей стране, потому что в соседних странах, там, в России, там, и в Латвии, и в Эстонии, там, в Польше, это еще позже пришло, этот спорт. Вот, скажем, в Белоруссии у вас уже только начинается еще, ну, несколько лет этот спорт, а у нас уже лет, ну, 20, скажем, 26 лет. Ну, и я в этом спорте уже 21 лет, да, сейчас в этом, я начал в этом спорте выступать с 94-го года, так уже в этом году будет 21 год. Ну, а если говорить, почему у нас такие, в нашей стране атлеты такие сильные, это, ну, можно сказать, что так совпадало, что в одно время родились такие сильные ребята. Кроме того, когда молодежь, видя таких сильных, сильных атлетов, им, как бы, есть, есть мотивация, есть желание побольше тренироваться. Ну, и так просто, просто, ну, издавна литовские корни такие, скажем, там, и литовские князи были очень сильные. Вот. Такие, наверное, такие, как бы, генетика такая. И все же, как оцениваете коллег, стронгов и пауэрлифтеров из соседних стран, России, Украины, Беларуси, Польши, ну, и других европейских государств? Как бы вы оценили уровень развития этого вида спорта в этих странах и, в частности, в России? Ведь, согласитесь, там немало сильных атлетов. Да, поскольку, поскольку там большая страна, это и должно так быть. Вот. Ну, я думаю, что по стронгу там есть, конечно, несколько сильных атлетов в России, но у них все-таки больше развит пауэрлифтинг, чем силовой экстрим. Конечно, есть несколько атлетов, которые мировые уровни, и всем известные Михаил Кокляев, и Александр Плющев, и Калиниченко, и Шевляков, и еще более атлетов, и Лысенко, которые всегда бывают серьезные конкуренты на разных соревнованиях. Там очень интересно выступать. Я вот в России выступал в прошлом году несколько раз. Там, конечно, хорошая организация там, хорошо там заботятся о приехавших гостей. Ну, вот в последнее время мне тоже очень понравилось в Беларуси выступать. Я уже там в несколько раз выступал. Там тоже очень-очень хорошие у меня там взаимоотношения с белорусскими коллегами. Вот, конечно, у меня, ну, в этом стронге уже очень большой опыт. Так, некоторые там, скажем, советы я тоже даю им по организации соревнования, поскольку я уже с 2000-го года у себя в городе тоже делаю турниры по стронгу, и знаю, как это делается, и по упражнениям, и по всяким другим делам. Ну, и просто, просто, конечно, интересно выступать вот, ну, во всех, во всех странах, но поскольку вот вы спросили о этих славянских странах, как я выступал, ну, и мне, и нашей командой эти страны довольно удачные. Вот на Украине мы в последний раз в 2008 году выиграли, значит, кубок чемпионов. Вот наша команда, которая в 2008 году выиграла, значит, кубок мира, стали чемпионами мира. Вот, и Литва стала самой сильнейшей нацией в планете. Два раза. Кстати, вы ведь выступаете не только в соревнованиях по стронгу, но и по безэкипировочному пауэрлифтингу. То есть можно сказать, что для вас это, скажем так, взаимодополняющие друг друга виды спорта. Да, безусловно, сперва могу сказать, что эти виды спорта очень близки, потому что, когда ты готовишься по стронгу, ты все равно делаешь такие пауэрлифтинки, упражнения пауэрлифтинга, и приседания, и жимы лежа, и тягу делаешь. Ну, а вот, когда готовишься по пауэрлифтингу, уже не делаешь стронговские упражнения, потому что их не надо. Но, кроме того, все равно, если, скажем, ты готовишься на пауэрлифтингу, ну, я на пауэрлифтинге мало выступаю, у меня один-два турнира в год бывает, и просто я, когда же готовлюсь по пауэрлифтингу, я мало делаю стронговые упражнения или вообще не делаю. Но, кроме того, кроме таких силовых упражнений, классических упражнений со штангой, я еще бегаю, но не бегаю просто там по асфальту, или там, но делаю, у нас в городе есть такая, ну, гора, даже горой не назовешь, это сопка такая, где там такие есть ступени, там 181 ступень, и ты просто на этой сопке, ну, просто намерен, значит, по ступеням входить в эту сопку, 181 ступень, так это очень помогает для сердца, просто для сердечно-сосудистой системы, потому что активизируешь все свои физические свойства на выносливость, на силовую выносливость, ну, и это, как бы, поменяешь эти упражнения силовые кардио. Очевидно, что для спортивного успеха важна не только физическая форма, ну, и так называемый душевный настрой. Как вы готовите себя психологически? Какова ваша формула морального равновесия и стабильности? Или, быть может, у вас есть что-то вроде талисмана, который приносит успех? У меня как нету таких, скажем, там, талисманов, просто если ты хорошо подготовлен на соревнования, так и ты будешь хорошо выступать. Конечно, если травм не будет, вот в конце прошлого года, скажем, у меня была травма пальца. Мне болело, болело я на соревнования, как-то уронил палец, мне просто болело, но я выступал, а после сезона я уже делал рентген, что там, я, скажем, весь конец сезона выступал с поломанным пальцем, вот, и мне мешало удачно выступать. Но когда ты, когда ты хорошо подготовлен, так и морально у тебя все очень хорошо. Если ты, скажем, психологически слабый, ты подходишь к этому упражнению, либо какой, и уже тебе перед упражнением сердце бьется там 170-180 раз в минуту, так уже хорошего результата не надо. Не будет хорошего результата, и не надо надеяться на хороший результат, потому что уже ты, уже ты с такой высоким кроводавлением подходишь к снаряду, так уже, ну, ты так должен чувствовать себя после упражнения, но не перед нее. Это как такой, такой, такой плохо настроенный моральный старт, это не приводит к хорошим результатам. Но атлет должен подходить к упражнению очень отдохнувшим. Для него он должен чувствовать себя так хорошо, что он должен видеть только снаряд, и никакое, никакое, значит, у него другие действия, ну, ничего не должны влиять. И все же, даже на пике формы наверняка у вас есть те упражнения, которые вы считаете для себя более трудными, и те, которые можно назвать вашим спортивным коньком. Когда меня спрашивают, там, гурналисты этого вопроса, я всегда отвечаю, я не буду говорить, какие упражнения у меня самые лучшие и какие самые худшие, потому что всегда организаторы тогда, когда услышат этот ответ, тогда будут делать как раз худшее для меня, чтобы я пониже там, чтобы дали бы выиграть своим атлетам, но все-таки все видят, какие у меня лучшие, какие у меня хуже упражнения. Ну, так скажем, я больше всего люблю йог, поскольку у меня там сильные, сильные туловища, сильные ноги, так как раз эти свойства нужно для этого упражнения. Ну, и сравняя с другим атлетом небольшой рост, но тоже я люблю поднятие бревна. Поднятие бревна у меня официальный рекорд 205 килограмм. На тренировке я делаю еще больше, но это на тренировке не считается. Надо делать это на соревнования. Вот, ну, там, конечно, атлет должен, хороший атлет должен делать отлично все упражнения. Когда ты делаешь все упражнения хорошо, тогда и становишься первым. Когда ты множество делаешь хорошо упражнения, тогда становишься призером. Ну, если хорошо для меня поставлены упражнения, так я, ну, почти всегда выиграю. Ну, конечно, всегда бывает. Каждый атлет имеет упражнение, которое ему, ну, скажем, ну, не идет. Не идет, хотя я тренируюсь, так я вот не люблю, скажем, метание всяких предметов наверх, дальность. Ну, я, хотя на них и тренировался немало, как-то не очень там. Бываю там посередине, посередине табличей, скажем, на этих упражнениях. Никогда, никогда, значит, не люблю эстафеты, у которых там надо, надо очень долго работать и небольшой вес. Поскольку у меня, когда силовый атлет, вес немаленький, я люблю, когда на соревнованиях побольше веса бывает. Вот. Ну, и тоже не люблю тяга автомобиля сидя, или arm over arm еще называется, вот. Ну, так еще вот несколько упражнений, которые не очень мне нравятся. Вот. И просто, просто люди, которые там не очень понимают об этом спорте, думаю, что это, ну, силы есть, ума не надо. Но это, чтобы поднять каждый, каждый вес, чтобы сделать каждое упражнение, это очень долго надо обдумывать. Так, эта техника очень, очень, скажем, там больше 50% зависит в этом спорте. было таких случаев, что некоторые атлеты приходили на соревнования, просто, ну, он там работает со штангой, там очень сильный, там и приходит в этот спорт, ему сразу ничего не получается. Много таких атлетов приходят из паверлифтинга, из тяжелой атлетики. Но это уже другой вид спорта. Конечно, все силовые виды спорта, которых ты занимаешь, это хорошо. Но в стронге надо еще там немножко все передумывать, все, придумывать всю технику, всю тактику. Вот. И не только техника даже на каждое упражнение, но и тактика соревнования, скажем, не надо, не надо, значит, если у тебя, скажем, достаточно, видишь, что достаточно очков, не надо разбрасывать все силы в начале или в середине соревнования, потому что соревнования обычно проходят несколько часов. Надо так разбрасывать свои, значит, силы, чтобы осталось на последние упражнения. Смотрите в следующем выпуске уже через несколько дней особенности диеты и спортивного режима литовского атлета. Какое мясо предпочитает и развлекаетесь? Сколько чашек кофе может выпить за день? И как восстанавливается после тренировки? Следите за обновлениями на нашем видеоканале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok